Во время Оно Иисус же, а ты десу ученики своими накморю, и мног народ, от Галилеи по Немиде, и от Иудеи, и от Иерусалима, и от Идумеи, и Саунагополу, и Ордана, и от Тиросидона, множество многое, слышавшее и ликотворяшее, и придоша к нему. Речи учеником своим, да корабль будет у него, народа ради, да не стужает ему, многие бы исцели, яка же, нападать и на него, да ему прикоснуться, и лица имея хураны, идусь и нечисти, и гда видих у его, при падаху к нему изваху глаголюще, яка ты и се Сын Божий, И много прищаше им, да неявленные госы творят, и взыди на горой призва, и же хотяше сам, и придоша к нему, и сотвори дванадесяти, да будут с ним, и да посылает их проповедать, и имейте власть, целите недуги, и сгоните бесы, И на речи Симону имя Петр, и Якова Зеведеева, и Иоанна брата Яковля, и на речи им имена, вон Иргес, и же есть сына Громова, и Андрея Филиппа, и Варфоломея Матфея, и Фому, И Акова Алфеева, и Фадея, и Симона Канонита, и Уду из Кариотского, и же, и придади Его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня понедельник, 14 марта, и сегодня мы с вами читаем Евангелие от Марка, 3 главу, с 6 по 19 стих. И сейчас давайте с вами найдем это место в русском переводе Нового Завета, и послушаем, как звучат сегодняшние ангельские строки на современном нам с вами языке. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с Родианами совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус с учениками своими удалился. К морю из-за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумии и из Иордана. Из живущих в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Сын, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что, имевшие язвы, бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали «Ты Сын Божий!». Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. Потом зашел на гору и позвал их к себе, кого сам хотел, и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь, чтобы они имели власти исцелять от болезней и сгонять бесов. «Поставил Симона, нарихшему имя Петр, Якова Зеведева Иоанна, брата Якова, нарихшие им имена Вон Эргез, то есть сыны Громовы, Андрея Филиппа, Варфоломея, Матфея Фому, Якова Алфеева, Фадея, Симона Канонит, Юда Искариотского, который им предал его». Вот такой в Англии сегодня мы с вами просили. Что же здесь мы с вами видим? Начинается сегодняшнее чтение с таких строк, что фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Фарисеи совместно с саддукиями здесь, потому что иродианы часто были, принадлежали к этой партии саддукийской. Здесь они вместе, причем видим, что они собираются, соглашаются, они и к нему договору совместны, хотя они как-то очень плохо терпели друг друга, все делили власть над народом. Здесь вот они совместно вот этой ненависти к Христу, они собираются, как бы погубить его. Секрет вопрос, а почему? Вот здесь мы видим такую очень плохую сторону человечества. Тем, что Господь свои дела не скрывал ни от кого. Ни дела, ни слова. Не устраивал никакой тайны из своей проповеди. Да, несомненно, порой ученикам он что-то наедине объяснял более подробно, что было непонятно. Ну так, любой человек, подойдя и спросив Христа, мог получить исчерпывающий ответ. Мы видим, что люди ходили толпами за Господом, слышали, видели очень многие вещи. Видели чудеса, исцеление, прогнание бесов. Более того, слышали слова о спасении, покаянии, о правде Божией, Царстве Небесном, то, что оно приблизилось, то, что небо буквально прикоснулось с землей, прикоснулось к земле. Что мы видим? Единицы. Услышали это правильно. Единицы захотели что-то в жизни своей поменять и стать членниками Христа. Люди в большинстве своем, даже ведь не то, что отказались от Господа, нет, а просто, видимо, для себя решили, что не сейчас. Он говорит, правильно, но вот мы сейчас не готовы что-то в жизни своей менять. Сейчас люди и так же, в общем-то, рассуждают. Говорят, что я еще не дорос, я еще не созрел, я еще не готов. Вроде понимаешь, что да, вот в христианстве истина, но пойти, скажем, принять крещение и жить уже по заповедям я пока не могу. А почему? А потому что да не хочется мне оставлять-то вот это все свое. Я понимаю, что в грехах живу, но не хочу их оставлять. Ну, милые они мне, ну, сердце мое к ним тянется, ну, мне без них плохо. Из-за этого от Господа отворачивались. А вот фарисеи с теми же самыми саддукеями, книжниками, те это вообще очень четко в практическом начале для себя поняли, что нет, с ним у нас ничего общего нет. Ничего. Что он говорит, то, что противоречит вообще нашей жизни, нашему образу жизни. А мы-то привыкли к славе, привыкли к вниманию к себе стороны людей. Вот выше посмотрим Евангелие, то видим Господь, как всеногиго исцеляет больного с сухой рукой. Где он фарисеев вот так вот перед всем народом, ну, буквально опозорил. Он их вопросом такие задал, на которые они ответить ничего не могли, потому что настолько было очевидно. Господь ему говорит, ну, в субботу ничего делать нельзя, а если надо человека спасать? Что, вы стоять будете, что ли? Если вы скажете, что нет, а человека спасать не пойду, потому что субботу нарушил, значит, ты будешь убийцей этого человека. И что, Богу угодно, что ли, такое освобление субботы? Подумайте, Богу угодно зло, Богу угодно грехи, так это какому Богу вы тогда слушаете? Это было очевидно для всех, вот, истинное слово Христа. Ну, видишь, что фарисеи, несмотря на это, они не раскаялись, они еще более того узлобились. Вот оно, реакция человеческая на правду. Решает убить его, погубить его. Но Господь, видим, что здесь еще так, как время не наступило ему еще страдать, он уходит с чими-то чениками, чем сам показан пример, что ему должны избегать всяких ненужных опасностей. Не нужно лезть на рожон. Господь призовет – пойдешь. А так вот оно вот. Будь всегда готовым за Христа пострадать, но вот здесь вот надо понимать, что, то есть, пока время не наступило, то есть, уходи. Так вот здесь Господь, берегая учеников своих, понимая, что то еще пока свитно, они время уходят. Таляется к морю. А что дальше видим? И за ним последовало множество народа. Из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из Иордана, из окрестностей Тиросидона. Все же язычники уже начинают зайти за Христом. Люди отовсюду идут за ним. Опять же, слушать, видеть, удивляться, восторгаться, получать исцеление. Опять же, кстати, люди видим, единицы остаются вместе с ним. Понимал ли Господь это? Конечно, понимал. Конечно же, наверное, сердце его скорбело от этого, в виде вот этой состояния людей. Но, тем не менее, он никогда не отказывался от помощи, не отказывался в помощи людям. Все равно он давал им новые, 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 новые шансы услышать и понять. Так вот и здесь вот. Позволяет Господь себе приходить. Еще видим, да, что в велико множестве подходит. Причем даже дошло до такого, говорит ученикам своим, лодку приготовьте, да, потому что, ну, люди же просто настолько теснят, что прямо уже бросаются, как только коснуться его. Вот тоже удивительная вещь. Почему люди бросаются, чтобы прикоснуться ко Христу? Потому что верят, что они исцелятся. Смотрите, у людей есть вера непоколебимая. Довительная вещь. Вера есть. Чудотворный вера. Люди сами становятся здесь праведником чуда. Это исцеление. И опять же, эти же люди потом уходят от Христа. Опять же, они, видя вот это, не желают, опять же, жизнь иметь. Это вот неизвестно. Как это можно вообще объяснить, вот этот парадокс нашего человеческой жизни? Почему мы готовы признать Бога, признать чудеса Божьи, силу Божию, и не желаем все равно упорно исполнять волю Его? Не желаем ничего. Это почему вот так непонятно совершенно? Какое-то глубочайшее повреждение вообще человеческой природы. Вот это разделение совершенно непонятнейшее. Казалось бы, ну ты видишь, что вот перед тобой мессия истины. От тебя одно только здесь вот зависит. Все, все, брось иди за ним. Все, все, наступает новая жизнь. Нет. Ты меня исцели, но я от тебя ухожу. Мне твоя сила нужна, а сам ты мне не нужен. Вот оно. Распространеннейшее отношение человека к Богу. Ты Бог мне дай, но сам ты мне не нужен. Вот это вот беда. И вот что с народным гражданским прошло. Так в итоге, да, пришел к своему, своего не приняли. Видели, поняли, но не приняли. Ты нам не нужен. Ты нам царство-то давай. Ты на власть давай. Ты нам силу давай. Ты нашу проблему реши. Но ты нам сам по себе не нужен совсем. А нужен кому, казалось, а вот... Дальше вот увидим чуть пониже. Ну вот тут видим, что духи нечистые, когда видят его, падали перед ним. Ну, падали, то есть люди падали бесноватые. Духи их заставляли упасть. А вот что-то, что духи не могли здесь находиться рядом со Христом. Все, и божество его опаляло буквально их. Кричали, ты сын Божий. То есть, смотрите, демоны здесь исповедуют Христа. Они вынуждены говорить истину здесь. Но Господь запрещает им говорить. Глядовщие, во-первых, здесь нам показывают, что мы никогда не должны слушать бесов, даже если не говорят правду. Никогда никогда, потому что все равно они правду так иначе сложат, потом смешают и погубят. А потом здесь Господь показывает здесь это то, что он не желает пользоваться вот этим исповеданием бесовским. Запрещает им говорить. То есть, он ожидает, что люди, вы сами должны понять это, понять. Что никто пусть вам не подсказывает. Никто не ангел, не тем более бес. Еще здесь показывает, что у него с демоном нет ничего общего. А потом Господь зашел на гору и позвал себе, кого сам хотел. А кого хотел? А тех, кто казался способным быть с ним. Чтоб с ним были, чтобы послать их на проповедь. Чтоб имели власть исцелять от болезней и сгонять бесов. Ну, единицы, двенадцать человек было выбрано. А сколько там? Грубо многотысячная толпа. Встал Симона, нарекшем и Петр, Якова, Иоанна, Зеведеевых. Имена им дают в энергез, что из сына Громова, Андрея, Филиппа, Рафоломея, Матфея, Фому, Якова, Алфеева, Фадея, Симона, Канонит и Уду из Кариотского, который предал его. Но здесь постамарок просто до этого здесь подчеркивает. Стоят в сытолкуе-то место, говорят, почему здесь в Англии имена апостолов указаны, потому что мы знали, что есть только эти, что других никаких и не было. Вот что двенадцать, вот апостолов, вот это здесь. Что именно они уж точно свидетели того, что было. Видим, что Эдис Крюцкий точно так же призывается наравне со всеми. И он имел возможность быть апостолом, и он имел и веру, и он мог отказаться от своей жизни, стоять все, пойти за Христом и сделал это. А ведь это один из немногих из этой многотысячной толпы, кто оказался способный к апостольству. И что с ним произошло, мы знаем. Серебролюбие его победило. Вот тоже до конца, получается, он не пожелал бросить свои какие-то пристрастия. Вот, оказывается, как важно бороться со страстями своими греховными. Что хотя бы даже маленькая зацепочка, если у человека в сердце останется, не раскаяния какого-то, то эта зацепочка может перерасти вообще в якорь, который душу тащит на дно ада. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли. Братья и сестры, помоги нам Богу упомнить. Самое главное – по нему жить. Напоминаю, читали мы с вами третью главу Евангелия от Марка с 6 по 19 стих. И также, напоминаю всем нам, необходимости читать еще и написать ежедневно, хотя бы по одной или по две главы.